Милана, добрый день. Медиапроект Диплома.ру приветствует вас. И я как коллега-коллегу, все-таки вы были телеведущие, вы сейчас уже вне контекста телевидения, разрешите уточнить? На сегодняшний день, да. Ну, в любом случае, бывшими ни журналистами, ни ведущими бывает. Вот как коллега-коллегу, хочу вас спросить, краса России, с вашей медиа точки зрения, кто это, что это, что это за явление, кто это человек? Это, в первую очередь, женщина, гражданка России. На мой взгляд, она должна быть славянской внешности, хотя все субъективно. И мне кажется, что, ну, безусловно, помимо внешних качеств, у нее должны быть внутренние, о которых, я надеюсь, девушка будет рассказывать. И она должна знать русскую культуру, должна знать русскую историю, должна знать русское искусство. Ну, мне кажется, что это тоже важная составляющая. Представим себе, что краса России попала бы в ваше медиа, в ваше медиаполе зрения. Вот кого бы из ныне здравствующих, известных людей вы могли бы позвать в этот ваш, ну, скажем так, умозрительный проект «Краса России». Краса России из серебрити? Ну, у кого скажете? Может, среди ваших знакомых гораздо больше. Что-то изначей сейчас актуально. Вы знаете, если так, ну, естественно, я бы сказала, что это моя мама, безусловно. Если так просто на вскидку, то мне, я бы, наверное, назвала Лизу Боярскую, например. Мне кажется, что она отличная драматическая актриса и достойная продолжительница своей великой династии. Кстати, а немного откройте завесы тайны. Все-таки ваша мама редко попадала в кадр. Все-таки ваш батюшка больше попадал в кадр. Везде была как-то из известных политических селебрити. И по какой причине вы бы ее позвали? Исключительно ли только потому, что она ваша матушка? Ну, наверное, не только. И, конечно, не только поэтому. Потому что я считаю, что все те перечисленные вещи, которые сказала, моя мама в полной мере представляет все то, о чем я говорила. Представьте ее, пожалуйста. Наталья Дольная зовут. Нет-нет-нет, ваша матушка. Кто она, что она и какие качества? Моя мама, она филолог по образованию. И долгое количество лет проработала в этом направлении. И, собственно, потом она уже стала женой и нашей мамой. Спасибо. И вот, коллега, сейчас с вами пописит. Да, еще один вопрос. Вот в этом году, кроме короны на голове у участниц, вот еще все проходит в условиях пандемии. В этой связи, вот какие-то ваши комментарии, что происходит со светской жизнью вообще? Как вы сами вообще пережили, переживаете этот период? Он еще не закончится. Может, какие-то советы дадите нашим зрителям? Что нужно делать в этот период, непростой? Носить маски. Это первое, что я хочу сказать. Я в период пандемии, который был самый такой трудный, мы пережили, находясь на самоизоляции. Слава Богу и дай Бог, никто из нас не болел, из нашей семьи. Вот мы соблюдали все необходимые условия. Сейчас опять вступают в ужесточение. Непонятно, чем это может завершиться. Но, естественно, нужно соблюдать то, что нам приписывает Роспотребнадзор. Массовые мероприятия, конечно, не есть хорошо, но, учитывая, что совсем они не могут не проводиться, то, естественно, находиться в масках, соблюдать дистанцию. Ну, все, что нам, все, что от нас требует наше правительство. Кроме вот испытания для здоровья физического, это еще испытания для здоровья психологического. Это уже тоже подмечено. Ваш, не знаю, топ-3 совета, как сохранить психическое, психологическое здоровье в самоизоляции и вообще в этой тревожной обстановке? Это сложно, потому что в условиях того, что это происходит, мы не можем быть уверены на 100%, что будет завтра в большей степени, нежели, чем это было раньше. Поэтому, ну, наверное, просто, если есть возможность отвлекаться на основную свою деятельность, да, работу и это делать, даже если это происходит удаленно, посвящать время своим близким, семье, заниматься собой, развитием своей личности, ну, то есть находить плюсы в том, в той перспективе, в которой у нас сейчас есть. Вот краса России, она должна, допустим, в самоизоляции книжки читать, не только интернет или Ютуб смотреть, но и книги читать. Я думаю, что... Я бы не сказала, что какой-то принципиальный момент. Если человеку нравится получать информацию, например, там, из электронных книг, то какая разница, каким путем он получает информацию, которая конкретно ей необходима. Ну, нет, я имею в виду, да, что книги как таковые, то есть не только, скажем, новости, но и чтение вот книг, неважно, каких электронных или еще каких-то. Я думаю, что, да, почему нет, это все должно входить в совокупности. И вот вы сами сказали о внутренних качествах участниц. Вот я прочитал одно из требований – патриотизм. Вот как вы думаете, как можно замерить патриотизм участниц на сцене? Ну, я не знаю, какие конкретно будут вопросы, но, наверное, потому что человек хочет оставаться и жить в этой стране, несмотря на какие обстоятельства и трудности, которые могут в этой стране произойти. Спасибо большое. Спасибо.